Легенда возвращается. Макдональдс планирует возобновить работу в России. Международный рейтинг Казанского федерального университета. Очень важно, и каждый рейтинг, но он пытается выпить какую-то свою особенность, которая с их точки зрения важна. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ильяна Расланова. Президент Этарстана Рустам Миниханов провел совещание по развитию республиканской промышленности. От Казанского федерального университета приняли участие исполняющие обязанности директора Дмитрия Таюрский. Казанский федеральный университет был представлен в трех рейтингах, по показателям которых занял ведущие позиции. О каких рейтингах идет речь, узнаете в следующем сюжете. Казанский федеральный университет сохранил свои позиции в топ-200 лучших вузов мира рейтинга Worldwide Professional University Rankings Rank Pro. Он занимает 154 место в мире и второе среди российских вузов. Напомним, в 2021 году КФУ располагался на 193 строке в мире и на шестой в списке российских вузов. Дело в том, что мы очень внимательно следим за рейтингами. В новых условиях это не менее актуально. К сожалению, ряд ведущих рейтингов начали закрывать информацию. То есть они рейтинговют российские вузы, но закрывают о них информацию. Это очень сложно в этом случае себя позиционировать. То есть понимать, как мы развиваемся вместе с рынком, повторяем ли тренды или где-то выбиваемся. На что нужно обратить внимание, где наши сильные стороны, где наши слабые стороны. Другой рейтинг РУР из всех названных рейтингов самый новый. Главное его отличие, что его разработали в России. В рейтинге российского агентства РУР Казанский федеральный университет занял 250 место в мире и шестое место в России. Это первый рейтинг, который отошел от эмоциональной, от социологической и от опросной составляющей. Здесь сразу же понятно, за счет каких показателей нас тянут наверх, какие-то они тянут вниз. В международном латышском рейтинге научных учреждений Саймага Казанский университет занял 605 место в мире и 10 в России. Как говорят эксперты, здесь методика несколько иная. Саймага Инститюшн Рэнкин готовится в основном испанской стороной. Испания известна еще тем, что она является прародителем рейтинга вебометрикса. Это интернет-активность, узнаваемость и репутация вузов среди интернета. Оценка университетов осуществлялась на основе независимых источников – вебов сайенс, копус и других. Макдональдс может вернуться в Россию под другим брендом. О том, как это скажется на экономической ситуации в стране, выяснил Амир Сабиров. Американская сеть ресторанов Макдональдс планирует вернуться в Россию. Генеральный директор Макдональдс Крис Копчинский на апрельском собрании руководителей сети выступил за открытие предприятий в России. Как сообщают источники, окончательное решение еще не принято. Но компания хочет спасти средства, которые были вложены на развитие ресторанов в стране. И на данный момент ищет способ, как именно это сделать. Каким-то прямыми или обходными путями, но Макдональдс, скорее всего, вернется к нам, к экономику нашей страны. Появление новых точек общественного питания – это новые рабочие места, это повышение занятости, снижение безработицы, новые налоги. То есть, в принципе, все равно какое-то влияние будет, оно будет и вредным положительным. О временной приостановке работы в России Макдональдс объявил в марте 2022 года. В своем квартальном отчете компания сообщила о потерях свыше 127 миллионов долларов, что составляет около 28% от общей прибыли. Макдональдс как раз стал искать варианты работать, не нарушая напрямую запреты, поставленные государственными органами. И, в принципе, это выгодно для Макдональдса. Если им не получается напрямую работать, то они будут через каких-то посредников, через какие-то обходные пути. Безусловно, то, что выгодно бизнесу, он всегда будет так или иначе реализовывать. Сейчас в России продолжают функционировать 133 ресторана. Напомним, единственным регионом, где не закрылся ни один Макдональдс, является Татарстан. Все рестораны являются франшизой компании ООО «СПП», которая зарегистрирована в Казахстане. Амир Сабиров, Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. Новая разработка ученых из Казанского федерального университета способна повысить эффективность добычи остаточных запасов нефти. Как работает эта технология, в чем ее преимущества и кто участвует в ее реализации, узнаете в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете разработали технологию, благодаря которой можно на 20% увеличить коэффициент извлечения нефти. Используя всю историю разработки месторождения и искусственный интеллект, ученые способны предсказать места расположения так называемых сладких пятен. Мест, где есть остаточная нефть и где ее много. Чтобы добыть такую нефть, больших вложений не потребуется, так как в процессе ее добычи используются старые месторождения. Мы договорили, что будем разрабатывать технологию по локализации остаточных запасов нефти, которые, как правило, можно обнаружить на сильно выработанных крупных месторождениях. Проект реализован благодаря гранту Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Его размер составил 217 миллионов рублей. В разработке приняли участие геофизики, геохимики, геологи из Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, а также большая группа программистов и математиков. Эта технология, она, скажем так, постоянно эволюционирует. И первая ее версия, она уже применяется в статнефти. Также есть высокая заинтересованность со стороны «Газпромнефти», но там немножко своя специфика. В работе используется способ представления геолого-промысловых данных скважин и характеристик околоскважинной зоны. Результатом расчета по данной методике становится двумерная карта месторождения. Эксперты подчеркивают, что у данной разработки нет аналогов. Поэтому технологией уже заинтересовались российские и зарубежные нефтяные компании. Глеб Нигмати, Маргарита Михайлова, Универньюз. Традиционно в мае в Казанском федеральном университете пройдет восьмой международный форум по педагогическому образованию. Смотрите далее в сюжете. Международный форум по педагогическому образованию – это одна из крупнейших в мире специализированных площадок для обсуждения самых актуальных проблем по подготовке учителей. Форум проводится восьмой раз в стенах Казанского университета. Целью ИФТ-22 является изучение тенденций и особенностей модернизации педагогического образования в России. Основная цель форума – это обсуждение самых актуальных проблем, которые стоят перед педагогическим образованием. Не случайно наша текущая повестка посвящена таким проблемам, например, как трансформация педагогического образования в условиях пандемии COVID-19, когда не только Россия, но и весь мир столкнулись с огромными сложностями по организации учебного процесса. Организаторами мероприятия выступят Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Казанский федеральный университет и Российская академия образования. В этом году в международном форуме по педагогическому образованию примут участие исследователи и педагоги практики из таких стран, как Бразилия, Китай, Перу, Аргентина, а также из стран ближнего зарубежья. Форум ИФТ будет проходить в стенах Казанского федерального университета с 25 по 27 мая в смешанном формате. По доброй традиции мы организуем так называемые pre-conference events и post-conference events, то есть события и мероприятия до форума и после форума. 24 мая планируется визит в лице Казанского федерального университета, а также экскурсионная программа. А 28 мая наши коллеги, участники международного форума по педагогическому образованию, которые изъявят такое желание, смогут посетить также педагогический форум в городе Набережной Челны. К участию в работе ИФТ-2022 присоединится форум «Педагоги России», объединяющий более 350 тысяч педагогических работников из 75 регионов России. Представители более 200 российских и зарубежных университетов обсудят во время круглых столов и пич-сессий актуальные проблемы подготовки будущего учителя к педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве. Необходимо подчеркнуть тот факт, что 8-й международный форум по педагогическому образованию отличает новые форматы. Это и пич-сессии, это и заседания исследовательских групп. Исследовательские группы организованы совместно учеными и педагогами-практиками различных структурных подразделений Казанского федерального университета. В каждой стране накоплен свой уникальный опыт преодоления насущных проблем. Поэтому Международный форум по педагогическому образованию является площадкой для обмена лучшими практиками решения разных задач в этой области. Луиза Закирова, Ренат Ахмедянов, Фарид Захид Углы, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Ильяна Расланова. Сюжет из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok